Меня зовут Нина Колчицкая, я художница, живу в Париже уже несколько лет. Что еще могу сказать? Я родилась в Москве, училась до 9 лет, ну, жила и училась тут, а потом улетела, жила пару лет в Азии, в Лаосе, ну, 4 года, потом в Милане, в Италии училась тоже, и потом перетела в Париж и до тех пор живу там. Я вижу Москву и Россию совершенно каким-то другим, через другой какой-то призм, чем, например, мои друзья, которые тут живут и к которым я прилетаю каждый год, или мои родители. У меня просто какое-то другое видение, это все время как будто я возвращаюсь в детство, там, дача, конфеты, торт-полет. Так что я не вижу вот эти все разницы, ментилитеты, так как их можно себе представить по-серьезному и по-настоящему. Я родилась в Москве, и почему я полетела в Париж, это как бы не я решала, это моя мама, она из-за работы должна была улететь, и потом она построила свою жизнь уже там, и потом я как бы там выросла и училась в французской школе, сначала вот в Азию и потом в Италии, и в конце в Париже, и так что это как бы не я выбирала, но потом я решила там остаться, потому что так получилось, и мне там было хорошо, и я чувствую, что это мой город, и что это очень красивый город, и он для меня символ семьи, потому что там моя семья, сейчас мой муж, сын, и все мои друзья, почти все. И там я, то есть не только там, конечно, но там я беру самое большое количество или как это будет, вдохновление своего. Их очень много, на самом деле их очень много, потому что мне кажется, что вообще весь Париж это просто поэма большая, и каждый раз, когда я куда-то смотрю, я могу просто часами стоять на улице или там сесть на лавочку и просто сидеть, там все просто очень вдохновляет меня. Ну, на самом деле я рисую с детства, как, по-моему, все дети рисуют, но это когда маленькие, я не знаю, а может не все, а ну, ну, я как помню, что я всегда рисовала, я когда маленькая была, рисовала кроликов все время, не знаю почему, у меня были большие такие уши, вот такие большие глаза, и вот эти, вот это как у кроликов, не знаю, вот я делала такую восьмерку всегда, ну, как все. Еще у меня папа, он всегда рисовал, мама тоже пишет картины, сестра тоже рисовала, все рисуют как бы, ну, все рисовали вокруг меня, и я тоже рисовала, но я рисовала для себя, и никому не показывала никогда. Живописи, вот, это как бы одно целое, и я просто, для меня очень важно, я не могу, я не могу не делать это, то есть я, например, если я не рисую, или, там, не пишу, или, или не, не крашу, мне очень плохо становится, и я просто, мне физически чего-то не хватает, как воздуха, так что это, да, это продолжение себя, меня, но это еще просто необходимость, ну, как, как вода, там, воздух. Как бы я не планирую, как и что я высказываю этим, просто у меня есть такая теория, что идеи, то есть в художестве, ну, вообще просто идеи креативные у художников, артистов, это они не из нас выходят, они к нам приходят, и потом вселяются в нас, и если мы к ним прислушиваемся, и мы хотим как-то их потом высказать, они остаются, а если мы не следим за ними, не обращаем на них внимания, они просто уходят и идут к кому-то другому. Я уверена, что с вами, со всеми как-нибудь случилось, хотя бы один раз в жизни, когда что-то, вы что-то подумали сделать, и не сделали, и потом увидели там, что кто-то это сделал, то же самое совершенно, даже кто-нибудь, кого вы не знаете, и вдруг случилось. Ой, он украл мою идею. Нет, просто она ушла, потому что вы к ней не присмотрели. Французских стилей, по-моему, несколько, на самом деле, как и во всех странах, мне кажется, но если надо выбирать один определенный, я бы сказала, что простой такой, чтобы там очень слишком накрашенные были лицо, или даже слишком уложенные волосы, или слишком, нет, нет слишком, вот, самый такой вот настоящий французский стиль, как он мне нравится, это ты просто, ты просто одеваешь или там делаешь лицом или с волосами то, что выражает твое настроение в данный момент, и ты просто можешь просто встать, там, накинуть какую-нибудь просто дурацкую майку и пойти. Ну, и это больше не в одежде происходит, а в том, как ты себя ведешь и чувствуешь. Любовь, это мой сын, который там сидит, может быть, все-таки самое главное, но вообще, я думаю, что свобода, свобода, это очень, это очень важно в жизни женщины, особенно сегодня, ну, сейчас, хотя вообще всегда. Свобода и любовь, самое главное, я думаю, в жизни. Вообще, не только у женщины, а вообще. К сожалению, по-моему, он есть, но он не есть, он не есть, потому что... Он есть, а потому что это как бы так поставили, что женщинам-художницам гораздо сложнее, ну, и не только художницам, а вообще сложнее сказать, то есть высказаться и быть услышанными, чем мужчины. Что все происходит к лучшему, что надо верить в себя. Хотя даже не обязательно верить в себя, потому что я не совсем в себя верю, но просто надо прислушиваться к себе больше, чем верить в себя. Я думаю, очень важно к себе прислушиваться, это очень важно. Я заметила, что тем больше я, тем больше я к себе прислушиваюсь, тем больше я понимаю и себя, и окружающих, и спокойнее я живу. И тем лучше я могу это все высказывать в своих картинках. Может быть, ну, конечно, если там, не знаю, взять... Есть художница тоже, которую я очень люблю, Сюзанна Валедон. Она рисовала очень красивые натюрморты и портреты. Ну, это... Ну, я знаю, что это она, так что это понятно, что это женщина, но можно ее поставить, там, не знаю, с каким-нибудь другим художником, флористом, и ему не понять, что это... Кто мужчина, кто женщина.